Пророку, да благословите его Аллах и приветствует, больше одного раза было приказано «Читай». На что он отвечал «Я не умею читать». Читай, я не умею читать. Читай, я не умею читать. Это толкование хадиса, я считаю, одним из главных объяснений отсталому положению мусульман из-за их отдаления от чтения. Теперь представьте, Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, оживет в мекканском обществе. Инфраструктура там слабая, экономика слабая, политика слабая, армия слабая, нравы тоже слабые. И Аллах, джалля вааля, говорит ему «О Мухаммад, ключ к твоему процветанию и развитию, также твоей умы, в чтении». Первое, что было неспослано от Аллаха к его творениям, первое, что было неспослано, это «Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее». Пять аятов, говорящих нам о чтении, рассказывающих нам о знаниях и путях их приобретения. Из-за этого говорят некоторые из писарей, что слово «Читай» — это лозунг нового поколения. Новое поколение без чтения не имеет ничего. Новое поколение, о дорогие друзья, без чтения не имеет никакого развития. Хорошо. Почему тогда первым аятом, неспосланным к пророку, не был «Поклоняйся во имя Господа твоего»? Почему не было первым аятом «Славь имя Господа твоего»? Первый аят, неспосланный всему миру, чтобы они развивались и процветали, достигли успеха и в конце спаслись от наказания Всевышнего Судна день, это «Читай во имя Господа твоего, который сотворил все сущее, сотворил человека из густков крови». Самая большая беда, которая пришла в исламскую умму, они начали считать, что чтение — это работа определенных людей. Чтение стало работой определенных людей. Когда говоришь им «Какое у тебя хобби?», они говорят «Чтение». Как будто бы чтение — это хобби. Чтение — это обязанность, дорогие братья, возложенная Богом на своего пророка. Есть ли среди нас кто говорит «Мое хобби — намаз». Какое у тебя хобби? Да, у меня хобби, и в Аллахе молиться. Намаз не хобби. Один может сказать «Мое хобби читать Коран». Я скажу ему, чтение Корана не является хобби. Точно так же чтение и поиск информации не является хобби. И из-за этого, дорогие братья, я работаю на базаре, работаю фармацевтом, работаю врачом. Каждый мусульманин, пока он является мусульманином, обязан читать. У кого-то может возникнуть вопрос «А какой толк от чтения? Зачем мне читать?» Я скажу ему, разве у тебя нет проблем? Допустим, я. У меня проблемы с терпением. Я буду читать книги про терпение, их много. Допустим, у меня проблемы с милосердием, нету сострадания. Я буду читать книги про сострадание. У меня проблемы с женой, с семьей. Читаю книги про проблемы в семье. У меня проблемы с воспитанием детей. Читаю книги про воспитание и отношения с детьми. Мой сын подросток, я не нахожу с ним общий тем. Читаю книги про подростковый возраст. Нету даже маленькой части из жизненных проблем, кроме как ученые из этой сферы написали книгу. Но все равно исламская умма сегодня не читает. Разве это разумно? Первое слово, неспосланное в Коране, читай, но тем не менее, три четверти мусульман, к сожалению, не читают. Их никаким образом не заботит чтение. Я посмотрел статистику, изданную неправительственным фондом арабской мысли. Они выпустили под заголовком «Относительное количество чтения в мире». Они говорят, что европейский гражданин читает за год в пределах 200 часов. Дорогой брат, не спеши говорить, я не могу читать. Мой тебе совет, попробуй. Есть книги с интересными историями, которые должен прочитать каждый мусульманин. Я клянусь, ты через некоторое время вырастешь умственно и приближешься к Аллаху посредством чтения. Ты можешь сказать, я читаю, но не осваивая прочитанное. Аллах говорит, читай, ведь твой Господь самый великодушный. На тебе не лежит ответственность за освоение, за понимание. Польза и благодать приходят после чтения. Понимаете, братья мои? Так вернемся к статистике. Они говорят, что за год европейский гражданин читает в пределах 200 часов. Итак, арабский гражданин сколько читает? Это исследование новое и пока что точное. Гражданин арабского полуострова читает за год в 6 минут. То есть человек с Европы читает 200 часов, а араб за год в 6 минут. Другими словами, американец читает каждый год 11 книг. Ну, оставь 10. Англичанин читает за год 6-7 книг. Когда американец читает 10 книг, сколько же читает араб? Они говорят 1 четвертую часть страницы. То есть привычный мусульманин, которому было неиспослано веление «читай», он читает 1 четвертую часть за год. Они еще говорят, что каждый американец читает столько, сколько читает 220 арабов вместе взятых. А ты потом спросишь, почему нации так развиваются? Они развиваются потому, что их знания увеличиваются безумной скоростью. А мусульмане не читают. Никогда. Дорогие друзья, шейх нам рассказал положение арабов. Что касается Дагестана, то, конечно же, я не нашел такую статистику. Но есть информация, что в конце 2019 года на страницах Интерфакса со ссылкой на компанию Медиаскоп были проведены итоги самых читающих и не читающих регионов России. Конечно, Пальма первенства принадлежит культурной столице страны Санкт-Петербургу, а самым не читающим регионом, как вы уже можете догадаться, был признан Северный Кавказ.